Сокровища России, которые сегодня не дают покоя кладоискателям. Наверное, у каждого народа есть легенды о несметных богатствах, запрятанных где-то в подземельях. Об этом снимаются фильмы, пишут романы. Ведь найти их, значит войти в историю, стать несметно богатым и открыть тысячелетнее знание. Некоторые из этих легенд, это просто разросшиеся слухи или надежды людей, не имеющие под собой никаких оснований. Другие основаны на действительных исторических событиях, и их обнаружение правда сулит стать величайшим открытием. А некоторые сокровища уже давно найдены, все тайны их разгаданы, но с этим никак не могут согласиться искатели золота и, не успокаиваясь, продолжают поиски. Сегодня расскажем о три легендарных сокровищах России, которые до сих будоражат умы искателей сокровищ. Библиотека Ивана Грозного Пожалуй, это самое известное русское сокровище, которое привлекает внимание не только русских искателей, но и иностранных. Согласно легенде, племянница последнего византийского императора Софи Палеолог, вступая в брак с Иваном III, приехала с преданным. А включало оно 800 фолиантов из Константинопольской библиотеки. Труды древних греков, римлян, старинные евангелия, которые веками собирались императорами Византийской империи, перешли в руки государю московскому. Ценность подобного собрания не только в количестве уникальных трудов, но и в их оформлении, ведь книги в то время были редкостью, и украшали их, как правило, дорогими камнями. Поэтому, чтобы обеспечить сохранность такой библиотеки и защитить от пожаров и грабежей, под Кремлем был вырыт тайный подземный ход в бункер. Именно туда и поместили библиотеку, или так называемую либерию. Как туда попасть, знали только государи и малый круг приближенных. Однако после страшных потрясений, которые пережила Русь в конце 16-ти, начале 17-го веков, все сведения о том, как проникнуть в подземный бункер, были утеряны. В ходе событий второй половины 16-й века библиотека и получила название Библиотеки Ивана Грозного. И вот на протяжении уже 500 лет энтузиасты не прекращают попытки отыскать таинственную либерию. Искали ее не только фанаты, но и политические деятели. Петр И, директор исторического музея князь Щербатов и даже Сталин разрешали раскопки в Кремле. Однако всякий раз попытки найти сокровища оканчивались неудачей. Почему? Историки вполне уверены, никакой библиотеки никогда и не существовало. Константинополь пал в 1453 году, когда Софья была еще подростком, ей было всего 12-13 лет. А в Москве в качестве жены Ивана Три она появилась спустя почти два десятилетия, в 1472 году. Где же она все это время могла хранить такую необъятную библиотеку? После захвата Византии турками Софья переехала в Италию и жила под покровительством римского папы. Если бы библиотека существовала, то это не могло бы остаться незамеченным со стороны понтифика. Зачем тогда ему было отдавать такой ценный груз? К тому же Софья слала о бедной бесприданнице. Слухи о либерее могли бы повысить ее престиж. Однако этого не произошло. Сведения об императорской библиотеке стали распространяться гораздо позднее. Ну а все истории людей, которые якобы слышали или даже видели книги библиотеки, не выдерживают никакой критики, считает историка. А. Филюшкин. Они не более, чем миф. Однако библиотека у Ивана Грозного действительно имелась. В основном, это были богослужебные книги и летописи. Сейчас собрание рукописи рассредоточено по разным хранилищам, однако никаких книг на иностранных языках там, к сожалению, нет. Золото Наполеона. А вот загадка, над которой бьются уже более двухсот лет историки, энтузиасты, кладоискатели. Куда делись трофея, который Наполеон вывез из Москвы в 1812 году? В октябре 1812 года Абонапарт выезжал из Москвы с многочисленными обозами, награбленного в Первопрестольной. Там были золотые иконы, и кремлевские украшения, и крест с колокольни Ивана Великого, и различные драгоценности, и оружие, 20 пудов золота, 300 пудов серебра. Но вот до Франции все награбленные трофеи не дошли. Как утверждал в мемуарах генерал Десигюр спустя 10 лет после войны, все награбленное было затоплено в Семлевском озере, в Смоленском районе. С этого началась вся история с поиском сокровищ. С тех пор в этом озере Золото Бонапарта искали русские губернаторы, и отдельные энтузиасты, и французские ветераны-воины, и немцы во время Великой Отечественной войны. Советские экспедиции в послевоенное время в эту местность. Но ничего найдено не было. Тогда-то и стали задумываться, а действительно ли драгоценности Москвы были сброшены в озеро? Можно ли доверять словам генерала? Как считает историк В. Безотосный, искать пропажу в том озере бессмысленно, там ничего нет. Дело в том, что часть награбленного наполеоновской армией была бита казаками, огромное количество трофеев было возвращено ими в храмы. Но далеко не все, ведь ценности, вывезенные из Кремля, так и не были обнаружены. Где их искать? Известно, что последний раз собос с московскими трофеями видели в Белоруссии, в районе Орши. Так что возможно, что где-то там часть трофеев и зарыта. Но кроме того, искать можно и на территории всего пути французов из Малаярославца. Ведь французы, отступая, просто оставляли все ненужное по пути на запад. Им, голодным, изможденным, в то время было не до золота и не до трофеев. И уж тем более им некогда было точно определять и записывать место, куда они сбрасывали награбленное. В общем, загадка русских трофеев Наполеона не разгадана до сих пор. А так как ни один из пропавших предметов не всплыл за границей, то это вселяет надежду, что когда-нибудь оставшееся из наполеоновского золота будет найдено где-то в России. Золото Колчака. Тайна золотого запаса России уже давно разгадана специалистами, объяснена, но кладоискатели никак не сдаются и все пытаются найти потерянное золото адмирала. На момент Первой мировой войны золотой запас России насчитывал более 1 миллиарда рублей, что было крупнейшим запасом во всем мире. История гласит, что часть этого запаса, около 600 миллионов, еще в 1915 году была вывезена в Казань. В 1918 году, уже во время Гражданской войны, этот казанский запас был взят белыми войсками. И с тех пор стал называться Колчаковским золотом, так как спустя некоторое время адмирал Колчак был объявлен верховным правителем России. Золото было перевезено в Омск, столицу белого движения. Затем его решили отправить дальше по Транссибирской магистрали в вагонах во Владивосток. В этом же поезде ехал и Колчак. В 1919 году во время этой поездки Колчака решили сдать большевикам. Последним и досталась большая часть золота, 2-3 от общего числа. Что случилось с оставшимися 200 миллионов? Их-то и считают тем самым потерянным золотом Колчака, именно они окружены бесчисленными легендами. Но теперь, благодаря исследователям, можно сказать наверняка, что точно произошло с оставшимися слитками золота. 40 миллионов попало в руки атаману Семенову, который их все потратил на военные нужды. Примерно 1 миллион был украден непонятно кем, предположительно чехословацким корпусом, который ехал вместе с Колчаком. Однако даже если это и так, то вернуть их уже не удастся, так как, скорее всего, они были потрачены на частные нужды. Все же остальные слитки золота были проданы министром финансов Колчаковского правительства Александром Александровичем Никольским за границу. От золотого запаса ничего не осталось, но поныне появляются сведения о якобы найденных слитках Колчаковского золота где-то в России. Продолжение следует...